Грюси Грюси И вот сегодня об этих различиях мы с вами поговорим. Я очень рада, вас уже знакомиться с вами. Самое время, чтобы сегодня у вас вместе вместе с вами были. Меня зовут Наталья Ивановна и многие уже уже знаете меня. Я надеюсь, что вам что-то интересное и полезное. Я надеюсь, что вам что-то полезное и интересное научу. Я надеюсь, что мы с вами в дальнейшем продолжим плодотворно работать и больше нас таких перерывов не будет. И еще вот мой коллега Иван дал вам ссылку на запись вебинаров. Те из вас, кто только начинает, если вы не знали, пожалуйста, по этой ссылке найдите в записи наши вебинары. Вебинары по немецкому языку начались еще где-то с конца 2013 года. Вот с самого начала, от, так сказать, момента правил, объяснения правил чтения на немецком языке и приветствия и так далее. С самого начала, если кому-то надо, будьте добры, выйдите по этой сноске и там можно в записи эти вебинары посмотреть, тем более в том темпе, в котором вам нужно. Если вы проходите какой-то материал, какую-то грамматическую и лексическую тему, вы посмотрите, зайдите, можете останавливать, разбираться с каким-то грамматическим материалом, в том числе и со склонением прилагательных, о которых мы сегодня будем говорить, но уже продолжая. В прошлый раз мы уже говорили с вами об этом, но это было давно еще в начале лета. На, альзу, и десвольтге тема heißt die deutschsprachigen länder, und nämlich Österreich und die Schweiz. Тема сегодняшнего вебинара у нас, как вы понимаете, немецкоговорящие страны. Австрия и Швейцария. Итак, вы, наверное, обратили внимание, почему Österreich abadischweiz, почему Австрия без артикля, а дешевайц артиклем. Об этом мы тоже говорили с вами на семинарах в начале, на вебинарах в начале нашего с вами знакомства. Все страны, названия стран, городов, континентов, большая часть среднего рода. Да, вот правильно, Анюта пишет, правильно. А нет, а, да, женского рода, правильно, а то я думала, что вы Украина тоже к среднему роду. А некоторые названия некоторых стран, в том числе и дешевайцы, в том числе и die Ukraine. Да, и тогда мы обязательно их называем с артиклем. И если мы говорим, ich komme, то ich komme aus der Украине. Ich komme aus der Schweiz. Ich fahre in die Ukraine. Ich fahre in die Schweiz. Aber ich fahre nach Österreich. Also oder nach Deutschland. Oder nach Kharkiv. Название городов вообще все среднего рода. Об этом мы также с вами говорили. Если кто-то еще не проходил эту тему, пожалуйста, вернитесь по этой ссылке. И в начале наших первых Webинаров были этому посвящены. Also, wir sprechen zuerst über ein sehr schönes Land, über die Schweiz. Ja, und ich habe eine Frage an Sie. Bitte schreiben Sie, was assoziieren Sie mit der Schweiz? Wenn wir also an die Schweiz denken, welche assoziationen haben Sie? Какие ассоziации у вас при слове Швейцария? Ну вот, Анна пишет, Uhr und Natur, часы и природа. Ja, natürlich. Лариса пишет, der Käse. Ja, ну или просто можно сказать Käse, да. Если мы обобщаем, то мы говорим Käse, имена вещественные. Тоже об этом говорили раньше, да. Имена вещественные, названия, неисчисляемых, сыпучих, да, вода и продукты питания. Мы употребляем без артикля. Если мы только начинаем, если мы где-то в кафе с вами заказываем. Ich möchte einen Kaffee das Haus. Итак, правильное решение. Ди Ур, ди Армбандур, besonders, ja, natürlich. Швейцария, natürlich. Леккерая, natürlich. Шоколаде и ссв. Си синьсия брав. Да, вот это улучшень, да. Сы вид , да, ясно. И да, которые фигуры, да. У Franceан. Сы вид Estoy над dizer прямо сейчас. И вы видите здесь очень много Се. В России есть очень много Се. Аньута пишет, что Альпы. Конечно, и вы видите здесь очень много Се. И здесь тоже есть Ор. Но не только армянсу, но и просто Ор. Альпы. Вадимир Энбе пропустиле. Ди Ур, ди Шах, ди Альп. Да, очень красиво. И вы видите здесь очень красивые Сеи. И здесь очень красивые Сеи. И красивые Сеи. И еще очень красивые Сеи. И конечно, многие из них написали, что Альпы. Альпы, кейсы, 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 кейсы. Или многие из вас знают это известное блюдо, фондю, шлицарское фондю. Ну вот справа вы видите эту емкость, да, из фондю. Многие, наверное, знают рецепт фондю. Справа вы видите сухарики, да, растопленный, расплавленный сыр. Чудесный швейцарский сыр. Добавляется белое вино. Как правило, белое вино. Но есть варианты и с красным вином. Если это шоколадный, например. Да, ну и так далее. Этот рецепт можно найти, где угодно в интернете. Und das schmeckt фантастisch. Also, wenn Sie sowas nicht gekostet haben, dann empfehle ich Ihnen, es zu tun. Если кто-то из вас еще не делал или не пробовал, я вам рекомендую это попробовать. Найти рецепт в интернете. Очень вкусно. Das schmeckt фантастisch. Ist sehr lecker. И Larissa пишет, бодензи. Natürlich. Also, бодензи. Мы с вами говорили, да, что Германия граничит со Швейцарией по Боденскому озеру. Но граничит это, это громко сказано, да, собственно говоря, в Европе между странами практически границ нет. Можно свободно по Боденскому озеру переплыть на пароме, на другую сторону, оказаться в Швейцарии или в Австрии или в Ехтенштейне. Ja. Und Sie sehen hier eine karte. Вот даже существуют такие карты. О, и она пишет, фрисche Luft. Ja, Sie haben recht. Danke. Ich habe vergessen, also, das Wichtigste zu sagen, auch, also, фрисche Luft, das ist auch typisch, also, für die Schweiz. Конечно же, чистый воздух, это также, так сказать, то, что характеризует, естественно, Швейцария, это горы, горно-альпийский воздух. И швейцарцы очень об этом заботятся, мало там промышленности, конечно же, воздух очень чистый. И вот смотрите, даже есть такая карта, на которой швейцарцы сумасшедшие гурманы, да, и любители своего сыра, и даже славятся сыры из каких-то отдельных областей Швейцарии. Ну, это вы можете потом уже подробнее посмотреть, или кто-то этим, если интересуется, углубленнее все это узнать. Ну, also, und wir, wir, wie sie auch, und genauigkeit, пишет Александр, и точность, конечно же, точность, это вежливость королей. Ich stimme ihnen zu, я с вами абсолютно согласна. Und sie sehen ihr Armband-uhren. Ja, конечно же, Швейцария известна своими часами, точностью, отсюда, наверное, и то, что Швейцария производит часы, часы такого качества и такой точности, наверное, это также характеризует эту страну, эти люди этой страны. Но известные марки, вы здесь видите, те, кто из вас в этом хорошо разбирается, конечно же, узнает эти марки. И, ну, и, конечно, многие из вас здесь говорили, Анюта говорила, да, лекераи, начули шоколады. Ja, начулись, bekante, in der ganzen Welt bekante фирма Lindt, ja, известная во всем мире фирма Lindt, которая выпускает вкусности, шоколад, белый шоколад, швейцарский, из алпийского, из балако алпийских, коров, естественно, и, таблироны, конечно, многие из вас любят, да, и, и, это, это, что, это, 2. Германия следует за ними на втором месте. Мы знаем, что хорошо работает. Швейцер Фирмен производят, например, в году 2014 около 200.000 тонн Шоколаде. Стелен Sie sich vor. Да, и Швейцер имеет огромную большую Брот-Вилфаль. 200.000 до 300.000 разных Брот-Tyпы И известно, Швейцария также своими сортами хлеба 200.000 до 300.000 различных видов хлеба. Анюта пишет Sind die Швейцер die Швейцер корпулент? Нет, не все Швейцер. Obwohl sie so viel Шоколаде essen sind die meisten nicht so корпулент. Хоть так много едят но все-таки большинство Швейцарцев мне так кажется, что не очень полное. Ну, такие всякие разные есть, но они очень следят за своей Фигурой. Несмотря на то, что поедает много Шоколада. Да, и solche Фирмен, как Nestlé, Милка и Кит-Кет и Киндер-Эрнэрунг и Айс фон Nestlé, я конечно же продукцию известной швейцарской марки Nestlé многим из вас известна, да? Это и шоколадки, конечно же, и мороженое, и детское питание, и всевозможное. Кстати, что означает название Nestlé? Кто знает? Кто мне напишет? Что такое Nest по-немецки? Ну, кто знает? Nest. Кто знает? Что такое Nest? Анюта пишет гнездо. Правильно. Nest это гнездо. Так вот, смотрите, сегодня мы будем говорить об особенностях произношения, особенностях варианта швейцарского языка и австрийского тоже. И вот как раз одна из особенностей является то, что швейцарцы, как и швабы, швабы это население Баден-Вюртенберг, они добавляют своим словам, немецким словам, добавляют смягчающее такое окончание ЛЕ. НЕСТЛЕ НЕСТ это гнездо НЕСТЛЕ это по-швейцарски, по-баден-вюртенбергски. Или ХОЙСЛЕ, например, они называют дом, ХОЙСЛЕ, ХАУС, а в Швейцарии или в Баден-Вюртенберг называют ХОЙСЛЕ, МЭДЛЕ, МЭДЛЕ, МЭДЛЕ и так далее. Это также специфика языка. УН НАТЮЛИЙ, альзо, ШВАЙЦРИШЕЗЕЕЕМ, КАНЕЦНОЖЕСЬ, ШВЕЙЦАРСКИЕ АЗОРА. Я надеюсь, что большинство из вас поняли, кто не понял, переведу. Как я сказала, в Швейцарии около полутора тысяч озер на эту маленькую Швейцарию, площадь которой составляет всего-навсего 41 тысячу квадратных километров, это не так много для страны, 60% этой территории занимают Альпы. И такое количество озер тоже очень много, да. То есть говорят, что в Швейцарии на каждые 15 километров озеро. Вот вы и видите на картине, да, вот кругом, практически каждый город на каком-то озере или реке. И чем еще, wodurch есть noch die Швейц und die anderen, also Länder, Deutschland und Österreich, die also Alpen haben, sozusagen, wodurch sind diese Länder noch bekannt? Велще Блуме sehen sie hier? Чем еще известны эти все страны, в которых находятся Альпы? Что это за цветок тут изображен? Ну, кто знает, тут есть подсказка, конечно же, там написано Ja, Edelweiss. Это Edelweiss. Это горный альпийский цветок Edelweiss. Edel это благородный Weiss белый. Это благородный белый. Ja, und sie sehen hier auch also schmuck aus schmuck mit dieser Blume. И здесь вы также видите украшение с этим цветком, очень любят швейцарцы такие украшения с изображением этого цветка не допишет. Das ist also ein Symbol der Schweiz. Ja, sie haben recht, это символ Швейцарии. Вы правы. правы. Und natürlich jemand sagt, может быть, из-за этого Австрия более популярна в качестве лыжных курортов. лыжных Да, конечно же, никто из вас, к сожалению, не написал о банках, да, в Швейцарии их огромное количество, и вот вверху, в правом углу, вы видите, also, ein Taschenmesser, das ist auch, also, ein Сувенирchen, ja, aus der Schweiz. Вот такой ножик, наверное, каждый ножичек, кто посещает Германию, везут как сувенир. Это, вообще-то, первоначально был изобретен такой нож для швейцарских военных. И банками, и здесь, как я уже сказала, die Schweizer Banken lassen sich Gruppen, sechs Gruppen einzahlen. Es handelt sich hierbei um Großbanken, Raiffeisenbanken, Kantonbanken, Kantonalbanken, und so weiter, und so fort. Они делятся, все банки делятся на шесть Gruppen. Среди них это большие банки, Großbanken, они так называются, Raiffeisenbanken, Kantonальные банки, банки Kantонов, региональные банки, Спаркассы, Бёрзенбанки, банки, биржевые банки и так далее. Да, желающие есть, кто пишет желающие куда в Швейцарии, да, конечно, желающие куда в Швейцарии, да, конечно, желающие куда. Швейцария состоит из 23 по некоторым инстанциям, 26 кантонов. Некоторые кантоны считаются как региональными, так и кантонами. В общем, здесь их 23. В некоторых источниках можно найти 26. Они еще сами не определились точно со своим статусом. Три из них не очень точно определились со своим статусом. Ну, потом, если кому-то интересно, можете посмотреть, какие это названия этих кантонов. Die, also, bekanntesten, die größten städte der Schweiz sind Basel, Zürich, Luzern, Bern, Davos, Lugano, Zermatt, Luzanne und Genf. Ja, здесь вы видите, ну, на русском языке, в некотором псаладате, кто не очень еще знает немецкий язык. Это наиболее крупные швейцарские города. Швейцария, Швейцария это конфедерация, да, и мы с вами говорили, что состоит она в отличие от Австрии и Германии, которые состоят из федеральных земель. Австрия тоже состоит из федеральных земель. Если кто-то из вас помнит, то я сейчас у вас спрошу, сколько земель в Германии, из скольких земель федеральных состоит Германия. Ну-ка, быстро напишите мне, ой, девятнадцать, неправильно, шестнадцать написали, молодцы, Зезен, браво, натюли, Зехцен, Бундесленда, кто не знает, это также, мы об этом говорили на первых вебинарах, и сейчас я попрошу моего коллегу, он еще для тех, кто только подценился, он напишет ссылку на страницу, где есть запись наших вебинаров, и вы можете вернуться и посмотреть. Итак, шестнадцать федеральных земель, в Германии тринадцать федеральных земель, собственно, и три города с правами федеральной земли, это Бремен, Берлин и Гамбург. Так вот, Австрия, мы будем позже говорить, также состоит из федеральных земель, но в ней девять всего федеральных земель, а вот Швейцария состоит из кантона, из двадцати трех, по некоторым источникам двадцати шести. Это конфедерация, это даже не федерация, это конфедерация. Ди Швейц зелт 8,3 млн. Einвohner, восемь и три млн. Жители, и дарунта 2 млн. Ауслэнда, 24%, Сделайте sich vor, среди 8,3 млн. населения в Швейцарии 2 млн. составляют иностранцы. Ohne schweizer Bürgerrecht, без швейцарского гражданства, как такового. Das Land gehört zu den dichter, besiedelten Ländern Europas. Страна относится к наиболее тесно заселенным странам Европы. Ну, шесть наиболее крупных городов я вам их перечисляла. Здесь вы можете посмотреть, да. Das Land гледет sich in 26 тальсуверэнэ Кантоны, по некоторым данным 23, там мы видели 23, и от Бундесебене, entsprechend seiner einheimischen Bevölkerung, insgesamt vier официэле Амтсспракен. Представьте себе, на 8,3 млн. населения, на 23-26 тонов, четыре официальных государственных языка. Это какие? Deutsch, Französisch, Italienisch und Retro-Romanisch. Немецкий, французский, итальянский и ретро-романский. Официальным письменным языком Швейцарии считается немецкий язык. Это литературная норма немецкого языка. Но кроме литературной нормы языка, мы с вами еще позже поговорим, есть швейцарский вариант языка. Если кто-то его слышал, это трудно назвать вообще немецким языком. Вот. Но, тем не менее, и французский язык, и итальянский, и ретро-романский являются официальными языками. Представьте себе ретро-романский язык. На ретро-романском языке говорят меньше тысячи человек. И тысячи человек, не нескольких тысяч, меньше тысячи. Разные варианты есть, даже полтысячи в некоторых источниках. В общем, где-то около тысячи человек говорит на этом языке, и этот язык является региональным, является, прошу прощения, государственным языком. Дианциональная идентина и взаимодействие Швейцарь и Швейцарь базирует не на общей языке, языке или религию, но на интеркультуре факторы, как в Главе на директора демократии, в большей массовой и региональной автономии, и в большей массовой и региональной автономии, и в большей политической деятельности. Итак, представьте себе, как можно идентифицировать себя с какой-то донацией, если четыре разных языка. Но свою национальную идентичность и единство швейцарцев базируется не на общем языке, на их этничности или религии, а на межкультурных таких факторах, как вера в демократию и регионально-автономную самостоятельность, а также на ярко выраженную культуру готовности идти на компромиссы в решении политических вопросов. Швейцария может являться примером для других стран, уж для нашей страны так точно. Ну и здесь я вам немножко, чтобы вы, так сказать, вдохновились чем-то хорошим, красивым, как всегда, немножко картин, но я их немножко, я вам быстро их пролистаю, если захотите посмотреть, вы в интернете это все можете увидеть, и потом в повторе, если у кого-то будет время посидеть, посмотреть, видите, это основное, конечно же, альпы, 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 альпы. Лена пишет, что на французский язык похож этот немецкий. Да, потому что во многих кантонах и тот же французский язык, он тоже является официальным влиянием той части Швейцарии, которая ограничит с Францией, очень великой. И та часть, которая ограничит с Францией, это франкоговорящая Швейцария, та, которая ограничит с Федерацией, Конфедерацией, это не одно и то же. Естественно, конечно же, я вам сказала, что Швейцария это не Федерация, это Конфедерация. Конечно, поэтому мы сегодня еще с вами поговорим в немецком, швейцарском немецком, очень много слов французских. Это Женева, да, а у в той же Равнандас Генф. Ну, а теперь давайте наберемся мужества и продолжим работу нашу над достаточно объемным материалом с склонением прилагательных. Я вот вам привожу такую табличку, я вам расскажу сейчас, как ее пользоваться, и вы увидите, что в принципе ничего здесь страшного и сложного в склонении прилагательных абсолютно нет. Смотрите, типы склонения прилагательных можно разделить вот таким образом на пять типов, да. Это первая колонка и самая, наверное, самая большая, это формы прилагательных с существительными в единственном числе с определенным артиклем. Зингуляр, мидбештимтен артикль. Вторая группа, тоже достаточно большая группа, да, это единственное число с неопределенным артиклем. Это формы прилагательных в единственном числе, с существительными в единственном числе с неопределенным артиклем. Это две самых крупных, да, группы, так же, как и четвертая и пятая. Смотрите, четвертая, это плюральмид артикль, это множественное число с артиклем, формы прилагательных во множественном числе, с существительными во множественном числе с артиклем. И пятая группа, это форма множественного числа без артикля. Когда мы употребляем форму множественного числа без артикля, вспомните, да, и в предыдущих вебинарах мы также с вами, это в самых первых тоже, да, мы говорили, когда мы впервые вводим информацию какую-то, если в единственном числе мы существительное при этом называем с неопределенным артиклем, то во множественном числе это совсем без артикля. Здесь я вижу книгу какую-то, да, мы еще о ней ничего не знаем. Так вот эти четыре таблички, четыре столбика, вот, они самые употребительные. Первая, вторая, четвертая, пятая. Третья колонка, это существительное, это прилагательное, которое употребляется с существительными без артикля. Но вы знаете, что это все-таки меньшая часть таких существительных. Опять же, когда существительные употребляются без артикля, мы тоже с вами говорили, посмотрите, зайдите на предыдущие вебинары. Но я вам вкратце повторю, это существительное, вот, сегодня нам встречалось кэзе, да, если мы говорим вообще, я ем утром сыр. Их эссе моргенс кэзе и вуэст и тринке кафе. Да, неисчисляемые, вещественные, сыпучие. Их тринке васса грань и вауэте. Если именно абстрактные, да, употребляются также без артикля. Фройда, радость, глюк, либо, счастье, любовь и так далее. Так вот, эта группа на самом деле не столь многочисленная. Это я все к тому, что посмотрите теперь на формы окончания. Вот если мы уберем эту третью колонку и мы смотрим на первую, вторую, четвертую, пятую. Посмотрите, большая часть прилагательных практически во всех падежах имеет какое окончание? Вот оно выделено еще серым, да, конечно же, окончание ЭН. Только обратите внимание на то, что падежи здесь даны не в правильной последовательности, не в той последовательности, которая она есть. Номинатив, дальше идет генитив, да, потом датив и аккузатив. Здесь они даны номинатив и аккузатив, так как они наиболее употребительные, у них больше всего общего, да. Дальше дается датив и генитив. И вот посмотрите, практически после определенного артикля, неопределенного артикля, во множественном числе, в единственном числе, практически везде окончание ЭН у прилагательных. Ну, исключение составляет, смотрите, ну не то, чтобы исключение, а формы у прилагательных. В именительном падеже, единственном числе, зингуляр, это первая колонка. Посмотрите, номина тих. После определенного артикля в именительном падеже у существительных всех трех родов окончание «э». А у прилагательных после существительных с определенным артиклем во множественном числе четвертая колонка окончание «эн». И там вообще во множественном числе в четвертой колонке, смотрите, совсем все просто. Там вообще везде, только «эн» во всех падежах. Далее, в именительном падеже у мужского рода после существительных с определенным артиклем окончание «эн», а у женского и среднего также «э». Во второй колонке после неопределенного артикля, перед существительными, вернее, с неопределенным артиклем окончание, смотрите, мужской род «эр», то есть неопределенный артикль, сам по себе не указывает на род. Если мы говорим «эн», то «эн» может быть и средний род, и мужской род. «эн тиш», хотя «тиш», «дя», «тиш», да? И «эн бух», «дас бух», среднего рода. То есть сам по себе артикль неопределенный не указывает на род. Эту функцию берет на себя окончание прилагательного «эн гутер», например, «тиш», или «эн шварцер тиш», или «эне вайсе блузе», «эн гутес бух», «кла?» И окончание «э» и «ээс» у женского и среднего рода после неопределенного артикля также. А в «датив» и в «генитив», посмотрите, практически везде, за исключением вот третьей колонки, которая употребляется редко, как я вам говорила, да? Ну, реже значительно. Вот, то есть практически «датив», «генитив», «везде» «эн», мы запоминаем, да? «Именительный падеж», в принципе, несложно запомнить. И теперь смотрим, что касается третьей этой колонки, да? Третья колонка. Тут вообще, в принципе, если вы посмотрите, то у окончания, у прилагательных практически окончания артикля. Анюта пишет, скажите по табличке, как понять, сильно или слабо. Честно вам скажу, это вообще, я бы вам не стала, не советовала бы привязываться к слабому или сильному склонению. Вот вы будете думать, слабо и сильно, некоторые грамматики дают слабое, сильное склонение. Здесь все, все абсолютно. Здесь и определенный артикль, и неопределенный. Поэтому я бы вам советовала, ну вот мне очень нравится такая таблица, она объемная. Здесь все есть. Вот посмотрите, то, что я вам сказала, первая табличка, после определенного артикля, а также, ниже, видите, после указательных местоимений, дизер, диза, дизес, енер, 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 енерс, а также дер, ди, даст енеге, дер, ди, даст эльбе, а также после ман, чер, енер. Вторая колонка, вот те окончания, о которых мы говорили, это и после неопределенного артикля, и после отрицаний, каин, каине, притяжательных местоимений, маин, маине, даин, дайне, заин, 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 онзер, онзере, ойре, ойе, ир, ире. Кла, зимгуляр он артикль, вот мы с вами говорили, практически все окончания совпадают с окончаниями артикля. Анюта пишет, спасибо, я ее перепишу, я советую вам всем ее переписать. Она была раньше, немцы ее давали в своих учебниках, я считаю, что она прекрасна, ее вот, просто можно даже себе маленькую сделать фотографию на телефон, и пользоваться ее пока вы не привыкнете. Но смотрите, здесь проще запоминать, практически везде, во всех падежах, э, н, запомнить, где э, э, р, э, с, там не так их много. Вот эта средняя колонка, она реже употребляется, и там практически все окончания, это окончание формы артиклей, множественное число с артиклем, везде, э, н, а множественное число без артикля, обратите внимание, формы совпадают с формами артикля. Лариса пишет, да сестай гутся табеля, да сестай не зе гутся табеля, но немцы ее в последнее время в немецких учебниках убрали. Они говорят, что она очень сложная. Но извините, сначала вы придумали такие правила, а потом говорите сложно. И даются всякие правила, слабое склонение, смешанное, сильно. От этого, понимаете, вы быстрее не запомните, от того, что вы будете знать, слабое или сильное, или смешанное. Вот сводная таблица. Я вас прошу, вы потом, после просмотра вебинара, сфотографируйтесь ее, пользуйтесь ею, она очень удобна. Дальше смотрите. Плюраль, метартикль, множественное число с артиклем. Да, а также такие окончания имеют прилагательные перед существительными и после таких слов, как аль, отрицание, каин, притяжательных местоимений, майне, дайне, зайне, онзере, ойре, ире, а также после манче. Дальше. Плюраль, онэ, артикль. Множественное число без артикля. Как я вам сказала, посмотрите, окончание у прилагательных такое же, как оно совпадает практически с формой артикля во множественном числе. Такие же окончания имеют прилагательные после следующих слов. Андере, айнеге, филе, вениге, мерере, айнцельне, фольгенде, фршидене, манче. Пожалуйста, все-все абсолютно в этой сводной таблице все есть. Более того, когда смотришь на нее, и не так страшно, когда вы уже, наверное, многие из вас пытались изучать, смотрели в эти грамматические справочники, боже мой, с этими примерами, слава и останения, сильная, смешанная, все вышло из думы облом. На самом деле, видите, ничего страшного нет. А сейчас мы с вами еще и потренируемся. В основном лексика в австрии специфическом, может быть. Так, мы об этом еще немножко позже поговорим. Вы, пожалуйста, пока слушайте то, о чем мы говорим, о специфике немножко позже. Таблица мне нравится, пишет Миргефельта, дизетабеля, дизетабеля из зупа, он тищем фели и нен. А сейчас мы попробуем, как ее пользоваться. Вот вы сейчас поработаете. То я говорила, а теперь вы будете тоже писать. Будете работать. Итак, смотрите, вот стрелочками я обозначила, как пользоваться ею, как смотреть, куда смотреть, пока вы, так сказать, не привыкнете. Вот смотрите, первое предложение. Die Schweiz ist ein Wunder schön, не знаем мы, какое окончание, Land. Итак, Land, das Land среднего рода, потому что ein может быть, как вы сказали, для мужского и для среднего рода. И вы смотрите, das Land, средний род, ein Wunder schön, после неопределенного артикля. Смотрите, стрелочка куда пошла. Вторая колонка, mit unbestimmt an article, это номинатив, именительный падеж, после глагола займ, всегда именительный падеж, да? Мы смотрим во вторую колонку. Neutrum, masculinum, M, это masculinum, мужской род, CF, femininum, женский, N, neutrum, средний род. Итак, смотрим вторую колонку, это ES. Естественно, мы должны написать, Die Schweiz ist ein wunderschönes Land. Wenn ich an die Schweiz denke, erinnere ich mich in erster Linie, если я думаю о Швейцарии, то я вспоминаю прежде всего, Andi schön, Landschaften. Да, определенный артикль, die Landschaften, множественное число, я вспоминаю о чем, This erinnere an accusative, это ввинительный падеж. Ввинительный падеж, множественное число, а во множественном числе мы сказали везде, и вот стрелочка туда пошла. Естественно, мы должны написать An die schönen Landschaften. Ist das klar? Дальше. An die herrlich sehen. То же самое, да, множественное число, ввинительный падеж, an die herrlichen sehen. An den klar himmel. И стрелочка пошла. Это мужской род, ввинительный падеж. An den klaren himmel. А вот все остальное вы, пожалуйста, будьте добры, напишите сами. An die rein luft. Напишите, пожалуйста, окончание. Я жду. Пользуясь табличкой, попробуйте. Конечно, для тех, кто не изучал, это совсем сложно, и они сейчас сидят в ступоре, и скажут, боже мой, какой ужас, что это такое. Для них я повторяю, что вы можете выйти на страницу, которую сейчас попрошу моего коллегу вам опять написать. Вернитесь. И посмотрите, на прошлом занятии мы говорили, начинали говорить о слабом, о слонении прилагательных, но мы говорили только после определенного и неопределенного артикля. А сегодня я вам дала целую сводную таблицу, всю, так сказать. И вообще, если вы только начали, то вернитесь к записям и, так сказать, постепенно, я думаю. Так, и так, многие написали Andi, Reine Luft. Sie sind прав. Молодцы, конечно же. И куда мы смотрим? В какую колонку? Andi, после определенного артикля, это значит первая колонка, да? Женский род, винительный падеж, акузатив. Andi, Reine, sehr schön. И дальше следующее. An lecker zu sichkeiten. Так, так, вот, обратите внимание только. Leckerin. Есть там артикль? Есть там артикль? Первый раз сложно. Конечно, сложно, я понимаю. Если вы еще не дошли до этой темы, это очень сложно. Пока вы просто слушаете. Итак, мнения разделились. Некоторые пишут En, некоторые E. Помните, я вам сказала, что имена вещественные, азюсих кайтен – это вещественные, они употребляются по большей части без артикля. Это множественное число без артикля. Куда мы смотрим? Конечно же, последняя табличка, последняя колонка. Плюраль, ohne артикль. И дать винительный падеж, множественное число, какое окончание? Э. Кла. Эн во множественном числе, только после определенного артикля, после неопределенного Э. Будьте внимательны. Следующее. Значит, An lecker zu sichkeiten. Следующее смотрим. Обратите внимание, что также без определенного артикля. Поэтому An schicke armbanduren. Мы вспоминаем любые часы, да? Мы не конкретно, мы не говорим о конкретных часах, о любых. Здесь нет артикля, поэтому окончание Э смотрим туда же. Вторая, пятая колонка, akkusativ Э. Следующее. An schmackhaft kese. Kese der kese, мужского рода. Der kese. Какое окончание? Куда смотрим? В какую табличку? An, An, Marina пишет ЭС. Нет, не ЭС, это мужской род. И винительный падеж. Marina, это винительный падеж. Мужской род. Без артикля. Смотрим третью колонку. Существительное без артикля. Единственное число. Единственное число. Винительный падеж мужской род. Какое окончание? Э. Э. Natürlich. Sie haben recht. An schmackhaft kese. Klar. Не торопитесь сначала, думайте, потом пишите. Теперь. An bitter, süß, schwarz und weiß, schokolade. Schokolade, женский род. Без артикля. Женский род. Без артикля. Смотрим. В какую колоночку? В третью колоночку. Женский род. Винительный падеж. Окончание. Э. И вы молодцы. Правильно. Теперь. Ан айс, вайс, эдельвайсе. Эдельвайсе множественное число. Пожалуйста. Какое окончание? На бел... На снежно-белые эдельвейсы. Множественное число без артикля. И большинство. Правый, конечно же, э. 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 Как я сказала, после определенного артикля во множественном числе. Итак, я вас прошу, пожалуйста, вы еще раз внимательно, внимательно изучите эту табличку и научитесь ей в записи вебинара. Это вы можете потом выйти в запись, останавливать его, разбираться. И чтобы вам было все понятно. А теперь вот здесь дальше, если вдруг вы забудете, я вот здесь дальше вам дала ответы. Поэтому вы сами себя можете протестировать самостоятельно, а дальше посмотреть в эти ответы. Теперь еще. Это у нас был винительный падеж. А теперь давайте потренируемся с дательным падежом немножко, да? Но не весь здесь в первом предложении именительный падеж. ДАСГОЙТИГЕ, да, после определенного артикля. ОСТРАЙШЬ, мы с вами говорили, употребляется без артикля название страны среднего рода. Но, обращаю ваше внимание, употребляется без артикля, без прилагательного. Если перед названием страны или города употребляется прилагательное, то эти существительные, эти названия употребляются с определенным артиклем, и все они среднего рода. ДАСГОЙТИГЕ, ОСТРАЙШЬ, сегодняшняя Австрия. АСОЦИИРЕ ИХ МИД. Сегодняшнюю Австрию, ой, прошу прощения, это ведь винительный падеж, не именительный. Оно как-то идет, я ведь ассоциирую кого что. Стрелка здесь должна пойти дальше к винительному падежу. Чуть-чуть она здесь не дотягивает. ДАСГОЙТИГЕ, но слава богу, что именительный и винительный здесь одинаково, да? Для среднего рода. ДАСГОЙТИГЕ, ОСТРАЙШЬ, АСОЦИИРЕ ИХ, МИД, а МИД требует дательного падежа, мы с вами говорили, БЕЦАУ БЕРНД ГОЕН БЕРГЕН. БЕРГЕН, множественное число ГОРЫ, в дательном падеже, после неопределенного артикля, ОКОНЧАНИЕ, 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 КАКОЕ, БОЛЬШЕЯ ЧАСТЬ ПРАЛИН НАПИСАЛИ, ЭН, МИД, БЕЦАУ, НУ, ТАМ СТРЕЛКА ЕСТ, МИД ГОЕН БЕЦАУБЕРН ДЕН БЕРГЕН. А вот дальше ПРАХТФОЛЕН ГЕБОЙДЕН я вам написала, а вот дальше НИ НАПИСАЛА, МИД ВЕЛЬТБЕКАНТЕН, НАПИСАЛА, да? После определенного артикля, и смотрите, после определенного артикля в дательном падеже практически везде ЭН, как и в родительном, дате Евгеньки, да? А вот дальше ДЕМ БЕРЮМТЕН, МОЛОДЦИ, АРХИТЕКТЕН, ГУНДАТВАСА, ЭЛЕГАНТЕН, МОЛОДЦИ, СВАРОВСКИЙ ШМУКСТЮКЕН, ЗАЙНЕН, ИМПОЗАНТЕН, НАЧУЛИЙ, в дательном падеже вы видите, что все очень просто МОЛОДЦИ, ЗИ ЗИН БРАВ. И вот здесь есть ответы, когда вы будете проходить и работать самостоятельно, вы также можете себя потом проверить с этими ответами. Я думаю, что вы сами самостоятельно посидите, разберетесь, тот, кто уже учил, кто еще не учил, подтянется потом, будет очень легко ему. Пожалуйста, сфотографируйте себе эту табличку, я вам настоятельно ее рекомендую. Мне почему-то кажется, что ничего лучшего немцы не придумали. Вы устали после всех этих сладений прилагательных, немножечко небольшую разгрузку сделаем, поговорим об Австрии, посмотрим красивые картинки, а потом еще поработаем. Нас еще одна ждет грамматическая тема, это финаль ЗЭЦ и немножко о специфике языков, вариантов языков швейцарского и австрийского мы поговорим. Итак, ВОМИТ АСОЦИИРЕН ЗИ ПЮСТЕРАЙХ. С чем вы ассоциируете Австрии? Если мы говорим об Австрии, что приходит вам сразу на ум? А ну-ка напишите. Что вы видите, может быть, на этих картинках? Может, вам известно что-то? Анди Опер, Clarisse, пишет «Натюли», «Си хамн-Рэхтан» «Ди Опа», «Ан-Музик», 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 «Лэкер-Рай», «Маркс-Адан», «Я», «Вин», «Моцарт», «Моцарт», «Вальдсен», «Александр», «Я» А что вы там посредине? Кусочек торта. Что это за торт там? Кто знает? Шлос, Анюта пишет. Натюрлих кафе. Натюрлих кафешки. Кофе в Австрии известный. Кафе знаменитый. Захер торта, Анюта пишет. Натюрлих известный, знаменитый Захер торт. И вот тут в правом нижнем углу. Пратер, Аннатолий пишет. Натюрлих пратер. Шлос, Sie sind brav. Und was befindet sich hier in der linken Ecke unten? А что там внизу? О, in der rechten, bitte um, в правом углу внизу. Что это за здание такое? Кто знает? Кто знает, что это нарисовано? Что это за здание? Кто знает? Кто знает? Никто не знает? Никто в Вене не был? Гауди, Гауди, Гундертвассерхаус. Из знаменитых Гундертвассер, это архитектор. Кстати, его корни из Украины. Предки его жили в России, в Украине, прошу прощения, в Одессе. Гундертвассерхаус. Вот такая специфическая архитектура. Георгия. 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 Георгия состоит из федеральных земель, как и Германия, но их всего 9. Какие, вы видите. В Вене является столицей Австрии и федеральной земли одновременно. В Вене является столицей Австрии и федеральной земли одновременно. В Вене является столицей Австрии и федеральной земли одновременно. В Вене является столицей Австрии и федеральной земли одновременно. В Вене является столицей Австрии и федеральной земли одновременно. Но, наверное, многие из вас знают историю этого талантливейшего гениального композитора. Он умер в нищете и, по сути, ничего от него и не осталось. Он даже похоронен в одной общей могиле. Даже неизвестно, где он точно похоронен. Но Сальцбург – красивейший город, родина вот такого талантливейшего человека. Но это тоже Сальцбург. Ну, можете посмотреть. Ну, и, конечно же, конечно же, Инцбург. И, конечно же, те, кто любит лыжи, покататься на лыжах и знают, что это известный и всемирный лыжный курорт. Ну, вот «Шлосс Хоенверфен Индернейфонс Зальцбург». Вот такой прекрасный замок вблизи, недалеко от Зальцбурга. Ну, и всего много всякого интересного. Вы также можете посмотреть в интернете Австрии. Это так, чуть-чуть для того, чтобы вы отдохнули. А теперь еще один рывок. Еще одна тема грамматическая. У нас с вами мы говорили о нескольких видах предаточных предложений с вами в предыдущих вебинарах. Опять же, кто еще до этого не дошел, до этого грамматического материала или подзабыл, пожалуйста, вернитесь, посмотрите. А сегодня у нас новый вид предаточных предложений. Мы не говорили с вами еще о них. Это предаточные предложения цели. В немецком языке они называются «финальзетцы» и эти «зетцы» antworten auf die Frage «wozu», «zu welchem zweck», «зачем», «с какой целью», «для чего», «с какой целью». Соединяются такие части такого сложно-починенного предложения, главное с предаточным союзом «дамит», если это, собственно, предаточное предложение цели. Но, наверное, те, кто из вас учил, а те, кто не учил, узнают, что некоторые предаточные предложения цели можно заменить на инфинитивную конструкцию с «ум плюс су плюс инфинитив». А когда это можно сделать, а когда этого делать нельзя, вот сейчас мы с вами поговорим. Он хотел бы поехать в Австрию, мы задаем вопрос, для какой цели он хотел бы поехать, зачем? «Ум дорт цуштудирен», для того, чтобы там учиться. Анюта пишет «разница, если агент один или разный». «Я, зия бен рэхт, Анюта». «Разница состоит в том, действительно, подлежащее одно и то же подлежащее в предаточном и в главном, или разные. Если подлежащее общие, вот правильно пишет Лариса, тогда мы можем заменить на «ум плюс су плюс инфинитив». Если же разные, то мы этого сделать не можем. Итак, смотрите. «Ermöchtene österach fahren» – он хочет поехать в Австрию, он хочет туда поехать, и он же там хочет учиться. Поэтому мы можем заменить это на «ум дорт цуштудирен». И это уже не конструкция предаточного предложения, а это просто предложение с инфинитивным оборотом «ум плюс су плюс инфинитив». Если же у нас подлежащие разные, на zum Beispiel der zweite Satz. «Seine Eltern machen alles mögliche, damit ihr in der Schweiz studiert». Его родители делают всё возможное, чтобы он учился в Швейцарии. Всё возможное делают родители, а он будет учиться, подлежащие разной в главном предложении и в предаточном. В таком случае мы употребляем союз предаточного предложения цели «dammit». В порядок слов предложение остаётся такой же, как и во всех предаточных предложениях. Сразу за союзом идёт подлежащие, затем все остальные члены предложения, и в конце идёт сказуемое, идёт глагол в данном случае. Здесь простое глагольное сказуемое. Если составное глагольное сказуемое, вы знаете, что спрягаемая его часть стоит в самом конце. «Damit ihr in der Schweiz studiert». А теперь давайте вы напишите. Первое предложение. Я читаю предложение, а вы составите его дальше. Пожалуйста. «Viele junge Leute lernen Deutsch». А вторая часть. «Sie möchten eine Arbeitsstelle in Österreich finden». Они хотели бы найти место работы в Австрии. Продолжите, пожалуйста, это предложение. «Viele junge Leute lernen Deutsch, um...» Аν usage, Анюта пишет «Ум...» А естественно они учат немецкий и они будут искать в Австрии работу Sie haben recht Sie sind brav, молодцы, правильно следующее предложение Meine Freundin macht über Stunden Sie möchte mir Geld verdienen Моя подруга работает сверхурочно она хотела бы больше заработать денег И что вы здесь поставите um mehr Geld zu verdienen пишет Анюта Ксения um plus zu и так далее Молодцы Она работает сверхурочно и она же хочет заработать деньги Sie sind brav Der nächste Satz Ihr bester Freund hat ihr Geld geliehen Sie möchte sich ein neues Auto kaufen Продолжите, пожалуйста, это предложение И большая часть пишут Да, конечно И дальше вы обращаете на порядок слов Да, damit Sie Только Анюта неправильно написала Damit Sie ein neues Auto kauft oder kaufen kann Да, обращайте внимание что если теперь у нас предаточно то подлежащее должно сочетаться со сказуемым теперь уже не инфинитив Damit Sie sich ein neues Auto kauft Обращайте внимание что это уже предаточное предложение Кlar? Ja Weiter Unsere Eltern möchten in Urlaub in die Schweiz fahren Sie möchten da schi laufen Ну, что мы здесь должны употребить? И большинство пишут правильно ум плюс Конечно, это они делают и они будут посещать Итак, пожалуйста, дальше вы доделаете это упражнение сами Пожалуйста, будьте внимательны сделайте а на следующей страничке вот здесь я вам дала ответы но вы, я думаю, люди самостоятельные будете делать самостоятельно а потом уже проверите себя хорошо? Для того, чтобы вы поняли усвоили вы материал или нет хорошо? И вот здесь у нас к сожалению, мы уже исчерпали время о швейцарском и австрийском вариантах немецкого языка но я вам вкратце расскажу а вы потом прочитаете это все а в швейцарский вариант немецкого языка швейцарский язык вообще звучит очень-очень грубо если те из вас кто слышал швейцарский и немецкий он слабо напоминает вообще немецкий язык в немецком языкознании особенности швейцарского языка называют гельвицизмами все хабы и даже знаки долготы все произносятся и отсутствует их лаут не их а немцы швейцарцы говорят а их и вот такой прямо глухой х ах лаут так называемый и даже вот я с вами поздоровалась вначале я сказала глюзи это глюзи и глюзи глюзи это афвидерлуге афвидерлуге это афвидерзеен вообще ничего общего да афвидерлуге ну вот вы почитаете да чем отличается это вы сами можете здесь прочесть вот эту информацию тоже здесь уже австрийский вариант немецкого языка австрийский немецкий звучит намного приятнее мелодичнее почему потому что ну вот здесь в начале вы прочитаете в конце 19 века филолог Конрад Дубец занимавшийся унификацией стандартизацией немецкой орфографии выпустил полный орфографический словарь немецкого языка я вам говорила что и в Германии еще много диалектов и в Швейцарии это не гох дойч мы учим с вами немецкий язык литературную норму немецкого языка это язык радиотелевидения и сверяем мы его по словарям Дудена есть очень много да, томов Дудена это и правописание и фонетика и стилистический словарь и многое другое и мы сверяем его по Дудену а вот австрийский вариант немецкого языка он не так сказать не подходит под правила Дудена он сам по себе и в австрийском языке очень много заимствованных слов из латыни и очень много вот этих добавок эль да, суффикс эль ну вот они там говорят место например фанд фандель если вы говорили швейцарцы или баденверсберг наоборот добавляют нестле и так далее то австрийцы только эль фандль захрль он называется и вот здесь дальше я вам некоторые примеры привела особенно вот отчетливо звучит в названиях каких-то продуктов питания вот посмотрите и швейцарский вариант очень много французских слов как кто-то нам говорил на цумбашпиль велосипед по-немецки фарад велосипед по-швейцарски или кондуктор кондуктора по-немецки это шафна ну и так далее а вот справа там вы видите австрийский вариант например хендль да, эти все эль добавляют они это гун это курица вообще вурстель вюрстхен да, сосиски по-австрийски это вурстель или пакунг по-немецки упаковка а по-австрийски это пакрль или там зак мешок да, закрль но пфанд пфанд это залог а по-австрийски пфандль но кто хочет подробнее это узнать можно найти в интернете и послушать австрийский немецкий и в швейцарский также но как я вам сказала все культурные люди швейцарии и австрии так же как и германии должны знать литературную норму немецкого языка так называемый гох дойч да, это гох дойч вы сверяете по дуденовским словарям это как в русском языке ожигов да, даль в немецком языке это словари дудена их так же можно найти в интернете и если вы что-то сомневаетесь в чем-то или в произношении или в правописании если вы увидели и вы не понимаете это австрийский вариант или швейцарский или это гох дойч вы можете проверить себя по дуденовскому словарю в этом воскресенье немцы уже будут праздновать третий адвент что такое адвент что такое рождество близится рождество в германии когда рождество празднуют немцы когда будет четвертый адвент об этом всем вы узнаете в наших предыдущих вебинарах в прошлом году мы об этом подробно говорили перед новым годом перед рождеством сейчас я попрошу нашего сотрудника он вот видите опять вам дал ссылку вы можете выйти и посмотреть все записи вебинара близится рождество николаус день святого николая уже прошел у немцев 6 декабря обо всем этом мы говорили прочитайте еще и я вам еще пожелала хорошего нового пятнадцатого года ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Пожалуйста, свои пожелания, если вы хотите вебинар нас посвятить какой-то определенной теме, напишите. Только, конечно, эта тема должна касаться немецкого начинающего. Я желаю вам все хорошо, до новых встреч, до новых встреч, до новых встреч, до новых встреч, до новых встреч.